Как быстро растут дети. Именно эту фразу, пожалуй, чаще всего говорили сегодня родители. 1 сентября в России отмечается День знаний. Праздничные линейки прошли в школах газовой столицы. В Новом Уренгое это 19 учреждений. Сколько малышей в итоге впервые сели за парты и как в целом прошел праздник, расскажем в сюжете. Готовность номер один и приятное волнение. Теперь эти крохи юные шарпатовцы. День знаний прошел в единственной кадетской школе на Ямале. В этом году в учреждении серьезное пополнение – 120 первоклассников. Нас Россия-мать растит и кормит. Любим мы ее как дочь, как сын. И кадета, будь в форме или не в форме, главным делом честный гражданин. Цветы, кадетская форма и бантики. Среди учеников традиционно есть и мальчишки, и девчонки. Причем родители выбрали школу не случайно. Воспитывать в детях патриотизм – это очень важность в наше время сейчас. Поэтому кадетская школа, потому что это как минимум дисциплина. Это однозначно сейчас нашему поколению это необходимо. В этой школе особое внимание уделяют физподготовке детей. Вот и маленькая Вероника ждет уроки по карате. Этот предмет здесь в списке обязательных. Я думаю, что у нас будет математика, танцы и карате. Потому что мне папа говорил. Я очень надеюсь, что я получу пятерку. Первый звонок прозвучал во всех школах нового Уренгоя. Линейки прошли в обычном формате. Всего за парты сядут около 2000 первоклассников. Это 65 классов. Начало учебного года для каждого ребенка – это адаптационный период. А для первоклассника, который из детского сада до школьного образования переходит в новое образовательное пространство – это тоже очень сложный достаточно период. Поэтому количество уроков, продолжительность самого урока, продолжительность перемен, обязательная динамическая пауза – это то, что отличает образовательный процесс в период адаптации наших первоклассников. Первые уроки пройдут уже завтра. Большинство школ будут работать в две смены, чтобы развести потоки учащихся. Вера Баранова, Андрей Тихонов, Денис Галкин, телерадиокомпания «Сигма» для НУР24.